Выставка World Food 2022 продолжается. Сегодня было очень много наград у участников и прямо сейчас мы поговорим с председателем жюри Олег Мироненко. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, чем отличается очень сильно конкурс в этом году от прошлого года? Во-первых, я хотел отметить, что это третий конкурс. Три года подряд и даже в пандемийный год мы проводили этот конкурс. Если в начале, когда мы только начинали, то есть мы не очень понимали, какие номинации, какие будут участники, как организовать голосование, то, конечно, третий год для нас стал уже такой знаменательный. Ну, во-первых, четыре номинации. 30 участников из 13 регионов. Изначально было заявок гораздо больше, но по ряду признаков часть компаний не попали, но 30 это уже много. Более того, в этом году, то есть мы повторили опыт прошлого года, когда мы провели одновременно и потребительское голосование, и членов жюри. На сайте World Food было организовано потребительское голосование, и в этом году приняли участие почти 10 тысяч человек. Это очень хорошо для таких конкурсов. Плюс ко всему у нас был очень уважаемый жюри. Отличие было в том, что если в прошлом году мы открыли для всех публично, то есть все видели, как идет голосование, то в этом году мы представили компанию, но до конца конкурса не показывали, как идет голосование как таковое, что привело к большей чистоте голосования. И это также не оказало влияния на членов жюри, потому что они не видели, кто и как голосует. И поэтому мы такую вывели в этом году самую чистую оценку, связанную с оценкой тех, кто участвовал в этом конкурсе. — Скажите, пожалуйста, Олег, вы первый раз участвуете в судейской коллегии, скажем так? — Ну, я скажу, такой традиционный председатель жюри. Ровно мы, как Национальный органический союз, этот конкурс вместе с World Food запускали. Но в этом году было приятное отличие. Фонд Органика Россельхозбанка стал одним из наших партнеров в этом вопросе, и даже у него был собственный приз. Поэтому я третий год подряд руководитель, и надеюсь, что еще в ближайшие много-много лет этот конкурс будет продолжаться, и мы будем собирать с той же активной аудиторией. Но я постараюсь быть членом комиссии. — А скажите тогда, сложно ли оценивать конкурсантов и участников? — Без сомнений, сложно, потому что не могу сказать, что из 30 участников кто-то являет такой явный лидер. Более того, в этом году, наверное, в первый год, когда при определении первых мест, мы баллы были вынуждены рассчитывать до сотых. Мы в двух категориях сначала просчитали до целиковых, не выявили победителя, потом до десятых, снова не выявили. И только доведя до сотых, нам удалось в двух категориях понять, кто же занял первые места. Более того, у нас участники уже достаточно опытные, практически новичков в этом году было всего три компаний. 27 — это такие, те, кто на рынке стоят уже достаточно давно, хорошо понимают, что такое арена, как с ним работать, и мы, соответственно, о них знаем достаточно много. Хотелось бы сразу сказать, что мы, наверное, на World Food единственный конкурс, где более активно участвуют те, кто реализует эту продукцию. То есть те, кто ближе к нашим потребителям. То есть у нас только одна номинация — это конкретно сам продукт, и три номинации связаны как раз с тем, кто продажей занимается. Это офлайн-магазины, это те, кто покрупнее, и те, кто имеет собственные органические полки. Это специализированные магазины, которые продают только органику, ничего иначе. И онлайн-магазины. Причем секцию онлайн мы впервые открыли только во время пандемии, потому что до пандемии мы всегда говорили, что органическая продукция через интернет не продается. Вот в этом году в категории онлайн у нас было самое большое количество участников среди магазинов. И мы можем сказать, что, наверное, теперь онлайн-продажа становится тоже одним из лидеров с точки зрения продвижения органической продукции. Спасибо большое, Олег, за подробный рассказ. И я хотел бы у вас спросить в конце о каких-то промежуточных итогах. Понятно, что выставка не заканчивается, но в целом как вам нравится организация данного процесса? Но мы считаем вообще, что World Food одна из лучших выставок продуктового, которые есть на сегодняшний момент. Нас очень радует в этом году, что на World Food появился отдельный стенд по органической продукции. И мы видим, какое желание людей, приходящих ознакомиться со всеми продуктами, познакомиться и со здоровым питанием в том числе. Также нам кажется, что World Food молодцы, что они организуют в рамках ритейл-академии отдельную секцию, посвященную здоровому образу жизни. И сегодня как раз, и это уже стало традиционно, каждый третий день на выставке, это как раз вопросы, связанные с здоровым питанием. А, наверное, и на этого нам сегодня не хватает. Спасибо большое, желаем вам успехов. Ну и будем в следующем году ждать вас также в членах жюри. Мы обязательно придем. Я думаю, что в следующем году мы будем говорить уже о 20 тысячах голосующих. И стенд, наверное, может занимать гораздо большее количество места. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо. До свидания.